Во Дворце культуры Родина прошел концерт 20-го Московского международного фестиваля юных солистов. Чтобы принять в нем участие, необходимо обладать большим талантом и усердием. Дети отдают музыке практически все свое время. На сцене они выступают вместе с Московским государственным симфоническим оркестром. Это единственный в России коллектив, посвятивший большую часть концертной деятельности воспитанию подрастающего поколения. Слово Татьяне Костанда. Этот фестиваль был основан в 1995 году. Многим из его участников нет и 18, однако они уже обладатели различных премий и званий в области классической музыки. Они выходили на сцену не один десяток раз и сегодня делают это с удовольствием, потому что солировать вместе с Московским государственным симфоническим оркестром всегда почетно. В этом концерте вместе с оркестром принимают участие семь юных дарований. Виолончелист Григорий Филипченко учится в Московской среднеспециальной музыкальной школе имени Гнесиных. Это выступление с оркестром для него будет 14-м. Конечно, волнуешься перед выступлением всегда, но когда начинаешь играть, сразу волнение пропадает. В программе произведения композиторов 18, 19 и 20 веков. Это великие классики – Бах, Моцарт, Гайден, Грик. Чтобы хорошо сыграть такую музыку, ее нужно понять и полюбить. Тщательный отбор участников фестиваля. Мы посылаем письма руководителям лучших элитных музыкальных школ. Затем мы их прослушаем, отбираем. Разные категории есть, разные. Но все, в принципе, очень перспективные, талантливые ребята. Правда, даже парень сейчас, вилончелист, который выступает, тоже прекрасный парень. Ничего сказать не могу, как музыкант. Хотя вроде еще относительно молодой. Но уже видно все задатки. Помимо оркестры и одаренных детей, на такие концерты приглашают специальных гостей. Это известные музыканты, у которых за плечами богатый опыт. За рубежом, с берлингенским симфоническим, в Англии, в Германии играла недавно с Моравской и филармонистской на гастролях. В Америке играла с Минсоцким оркестром. Со многими, там, в Израиле, с национальным оркестром, во многих странах. Тоже как бы взрослый, состоявшийся пианисткой, вместе с детишками посидеть на сцене, конечно, это интересно. Вспомнить свои школьные годы, какие-то такие воспоминания, тоже первый раз с оркестром. Юные солисты работают с оркестром не ради дипломов и наград. Они получают неоценимый опыт музицирования со взрослыми коллегами. Это становится стимулом для дальнейшего развития. Татьяна Костанда, Сергей Гвоздев, Служба новостей.